МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...обсуждать те цифры, которые сегодня мы получили из разных источников, а именно 15 тысяч жителей Донецкой области уехали оттуда, города Донецка, уехали оттуда из-за терроризма, который развернули представители ДНР. 220 заложников сейчас находятся в Донецкой и Луганской областях. 181 человек погиб во время исполнения антитеррористической операции. Обо всем этом за час эфира. Смотрите также нас на... ищите наши социальные сети в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, громадские телебачения Донеччины. Вы можете прямо сейчас отправлять нам свои видео, фото, вопросы, комментарии, оценки, мнения, свои просто какие-то мысли в наши социальные сети. На протяжении эфира редакторы все внимательно отслеживают. И наиболее реальные какие-то факты и картинки, и видео мы будем показывать в эфире прямо сейчас, вот на протяжении этого часа. Пограничники Луганской области просят о наземной поддержке для погранотряда в городе Луганске и готовы идти на помощь своим коллегам сами. Об этом украинской правде сообщил источник в одной из пограничных частей. Как хотите, называйте это, говорит источник, ультиматумом или нет, но если нашим ребятам не придет никакая помощь, то придут пограничники из других частей, а они придут с границы, потому что крайне сложная ситуация, сказал собеседник. Отряд в Луганске уже более полутора суток в окружении, до сих пор никакой наземной помощи не было, была только воздушная помощь. Прилетали вертушки, подчистили и улетели, сказал собеседник. Ребята там находятся в крайне тяжелом положении, «Гимн играет, но парни отстреливаются». Всего 9 террористов погибли и 28 ранены в ходе штурма 2 июня Луганского погранотряда, об этом заявил председатель пограничной службы Украины Николай Литвин. По нашим данным, приблизительно 9 человек, нападавших убиты, 28 ранены, с нашей стороны 8 сотрудников ранены, 4 из них в тяжелом положении. Литвин отметил, что пограничники в Луганском погранотряде находятся фактически в осаде уже второй день. Цитата. «Мы сейчас остались один на один с несколькими сотнями террористов, которые хотят захватить Луганский погранотряд», сказал он. У Громадского есть видео с жилого дома, где расположились террористы и ведут обстрел нашего погранотряда. И можно посмотреть прямо запись, сделанную одним из участников террористической бандгруппировки. Это видно, как на крыше дома автоматчик находится, и в войницу, в окно обстреливают погранотряд в Луганске. Также на крыше есть коктейли Молотова. Это бутылки с неизвестной жидкостью, которые при зажигании загораются. И вот сепаратисты-террористы готовятся к оббрасыванию дома погранслужбы этими бутылками. «Сейчас, сейчас, 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 не загораются, блядь, не спели эти ебаные!» «Ну вот так, не загораются, нахуй!» «Спички или что-нибудь такое?» «Сейчас, подожди, стой, палят!» «Сейчас, я скажу!» «Да, кто такое, ебанкрывал!» «То есть, сами обстреливают, сами снимают, сами расшаривают свои видеоролики, при этом поддержки от народа, как мы видим, у них минимально 15 тысяч человек, только жителей Донецка уехали из города в последние дни, чтобы не становиться жертвами террористических атак, которые развернула организация ДНР на территории 9 районов города». «Есть еще видео из Луганска, где сегодня горячая точка и происходит обстрел погранотряда». «Камаз тут распустили». «Руга машине, пипеть!» «Не повезло!» «Для легковушек сколько?» «Задание зрелище, чем мы. Ля флаг висит?» «Пиздец!» «Вот, вот не повезло хозяевому, ну...» Это в мирное время, как бы, все, поехали, а, думал, рядом с подорванием. Вечерний Донецк. И в пять часов оба редактора были на своих рабочих местах. Есть информация, что часть коллектива ушли в бесплатные отпуски. Сегодня я решил показать зрителям громадского тылы-бачения Донеччины, что это за газеты, которыми руководят эти люди, и почему, собственно, их вчера выкрали. Для меня стало большим сюрпризом, узнав о том, что за лапой приехали террористы, и его попытались забрать. Например, газета «Вечерний Донецк» от 6 мая вышла черно-белая. Они скорбили вместе со всей Одессой и всем Донбассом в память о погибших. Сегодня мы выходим в черно-белом цвете. Но это понять можно, это абсолютно логично и правильно. А вот что касается последнего выпуска газеты, вот 20 мая, то в газете появилась даже рубрика «Официальная жизнь ДНР». Вот раздел такой появился. И, собственно, это еще до похищения лапы его главного редактора из офиса газеты «Вечерний Донецк». «Вечерний Донецк» также публиковал рекламу партии регионов. И это не новинка для «Вечерки» в публикации рекламы партии регионов. И, кстати, здесь отметка о политической рекламе есть. А вот, например, газета «Донбасс» – это более нейтральная была газета всегда. И они старались подавать действительно более или менее взвешенные материалы. Что касается, например, последних событий, то, например, они описывают, приграничная Дмитровка опасается пришельцев. Люди предполагают, что это чеченцы. На горячий телефон Донбасса позвонили читатели Снежного, у которых есть родственники, ну и так далее, и так далее. То есть здесь события, которые происходят в области, сепаратистам может не понравиться, как эта газета освещает. А вот что касается «Вечернего Донецка», эта газета принадлежит Ренату Ахметову, входит в холдинг Ахметова и контролируется полностью систем капитал менеджмент. «Донбасс» – это независимое издание, принадлежит трудовому коллективу. Неизвестно, будет ли далее налажен выпуск «Донбасса» и «Вечернего Донецка». По предварительной информации, Донбасс все-таки большая часть людей ушли в отпуск. Мы ждем комментарии и «Донбасса», и «Вечернего Донецка». Я надеюсь, скоро мы их получим. Тем временем, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский подтвердил информацию о том, что во время вчерашнего боя пограничники не получали помощи в Луганске. Кроме вертолета, никакой помощи оказано не было, сказал он. Информация о том, что пограничников поддержал армейский спецназ, не находит подтверждения. Этот же Сунгуровский сегодня дал пресс-конференцию и заявил, что в условиях отсутствия помощи пограничники решили создать собственный спецназ для противодействия террористам. Есть видео. Донецкая областная государственная администрация сегодня прислала пресс-релиз, в котором сообщила, что из города Донецка выехало 15 тысяч жителей. Они выехали, потому что опасаются террора со стороны ДНР и банд, которые сегодня правят на территории города Донецка. В сообщении отмечается, что бомбоубежища города могут вместить всего 20% населения и эвакуировать 1 миллион жителей практически невозможно. Кроме того, в администрации подчеркнули, что им удалось достичь договоренности о ликвидации баррикады на пересечении Киевского и Партизанского проспекта. С кем именно была достигнута договоренность, не уточняется. Сегодня утром был подорван технологический мост, который связывал железнодорожную ветку территорию бывшего ООО Лисичанская Сода с промышленной площадкой предприятия, расположенной на другой стороне реки. Об этом сообщает луганское здание Часпик. Сейчас вы видите видео, сделанное как раз оттуда, но пока не видно моста. Здесь располагался блокпост сепаратистов на этом мосту. По свидетельствам очевидцев, мост подорвали сами сепаратисты, опасаясь прихода сил Национальной гвардии и Украинской армии. Ага, вот видно, это, я так понимаю, человек идет как раз по этому мосту, и вот видно, как этот мост обрывается. И вот так. Это Лисичанск, Луганская область. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов рассказал, что силы антитеррористической операции сегодня утром уничтожили скрытый лагерь террористов в промзоне под городом Северодонецк. Фотографии и видео оттуда не получали, но вот только есть заявление Турчинова об этом. Если у наших зрителей, которые сейчас смотрят Громадский, есть фиксация на фото и видео данного факта уничтожения лагеря террористов в промзоне под Северодонецком, прошу нам сообщать, писать и пересылать ваши сюжеты к нам на Громадский. На проведение антитеррористической операции на Донбассе может уйти от одного месяца до одного года, так считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Сегодня он давал пресс-конференцию, поэтому будет еще несколько раз у нас в эфире. Совпадут, скажем, все, сойдутся положительно все звезды, а имеется в виду что будут продолжены и возымеют, скажем, действия западной санкции. То есть, когда будет перейден волевой порог России, когда она перестанет, скажем так, давить на Украину, это раз, когда будет перекрыт канал поступления, скажем, боевиков и вооружения, это уже от нас зависит, то есть, когда мы добьемся вот этой, скажем, координации военных и пограничников. И третье, вернее, третье, это когда, скажем, начнут более эффективно работать спецслужбы, то есть, отделять, сепарировать вот этих террористов от масс населения и давать возможность политической величии уже вести диалог, собственно, с населением. И когда сама произойдет консолидация внутри самой политической элиты, только тогда мы можем сказать, что да, антирористическая операция достигла своей цели, ситуация не стабилизирована. Если все вот это сойдется, предположим, вот все вот начали разумные мысли, то месяц хватит силы того, чтобы за месяц это все закончить. Если нет, это может продлиться, ну, до года, причем потом с переходом в такой замороженной фазы. Сунхаровский также не согласился с российскими СМИ о том, что в Украине ведется гражданская война. Следующая прямая речь эксперта. Прямая агрессия. То есть они пытаются забыть, что было в Крыму. Ну, это такой психологический подход в любом разговоре. Что мы между женщинами, когда из одной плоскости разговора переходим в другую. И собеседник оказывается вроде как вне темы. Или в неудобной для себя теме. То есть никакой гражданской войны нет. Есть элементы противостояния, скажем, большинства населения Украины, сепаратистам, возглавляемым и координированным специально подготовленными диверсионными группами Российской Федерации. То есть это никакая не гражданская война. То, что называют это гибридной войной, это тоже не совсем, на мой взгляд, правильно. Почему? Потому что гибридной является любая война. То есть это война с применением самого различного спектра, форму, сил, средств, способов действия и так далее, и так далее. Я считаю, что эта война больше, когда-то так соответствует названию война чужими руками, или прокси-во, я называю это западным. Это тоже не новое. То есть в этом, скажем, новыми являлись только вот именно умение выделить России слабой скорой на троём, и по ним ударить. 220 заложников сейчас находятся на территории Донецкой области. Об этом заявил генеральный прокурор Махницкий сегодня на пресс-конференции. И ещё следующие цифры, которые он сказал. 35 административных зданий с марта было захвачено. Похищено около 220 человек в восточных областях, 15 из которых являются иностранцами. Всего за время противостояния погибло, было убито 181 человек, 59 из которых военнослужащие вооружённых сил ранены, 293 человека. И на данный момент сообщено о подозрении 412 сепаратистам против 119, из которых уже судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. И он подчеркнул, Махницкий, что среди подозреваемых 4 гражданина Российской Федерации всего. Как понять на самом деле, сколько же погибло людей во время конфликта, либо в антитеррористической операции, либо во время каких-либо столкновений, сколько было из них убито, сколько из них было убито по политическим причинам, сколько было убито по бытовым. Пока это очень сложно понять и посчитать. И сегодня у Махницкого об этом детально не интересовались, ввиду загруженного его графика. Но журналисты Громадского будут пристально следить за статистикой и информировать своих зрителей о том, кто и сколько погибло людей на территории Донецкой, Луганской областей. Например, как нам классифицировать такой случай, который произошёл в Червоногвардейском районе города Макеевки, куда поступило сообщение о том, что в машине около магазина «Околица» в машине находилось 4 трупа. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что находился автомобиль, на заднем сидении было 2 трупа неустановленных мужчин, рядом с водительскими дверями автомобиля, 2 трупа неизвестных лиц с огнестрельными ранениями в лобно-теменной области. То есть это следствие конфликта военного, либо ещё чего-то. Причисляют ли эти 4 к тем 180, пока непонятно. На окраине Красного Ливана после боёв вошли украинские войска и начали проверку документов. В городе замечены 2 украинских БТРа, это только что стало известно. Очаги сопротивления были подавлены, местные террористы быстро сложили оружие и разбежались, приезжие оказывали сопротивление. Сейчас в городскую больницу начали поступать раненые террористы, сепаратисты, сторонники ДНР. В столкновениях есть также убитые, однако подробностей пока нет. Люди в масках совершили разбойное нападение на дом артёмовского бизнесмена Владимира Иванкова, владельца игровых клубов, в том числе и в Горловке. Неизвестные вооружённые люди в балаклавах вывезли его автомобиль бизнес-класса, подожгли летний дом, далее эти машины видели на трассе, двигающейся в сторону Горловки. Активисты самопровозглашённой ДНР начали кампанию по отъёму имущества у местного населения. С жалобами на то, что у них требуют денег, обращаются и мариупольские предприниматели. Как сообщает сайт мариупольский 0629, это объясняется тем, что необходимо пополнять фонды обороны. «Они публично говорят, что забирают только предметы роскоши, но у моего товарища на днях конфисковали две машины, оборудованные для перевозки продуктов. Он предприниматель с небольшими доходами, за эти машины ему нужно как-то рассчитаться, но в ДНР это никого не интересует. Обращаться в милицию бесполезно, да и бояться выставлять какие-то претензии, говорит дончанин Владимир В., который не пожелал называться в интервью сайту мариуполя 0629.com.ua. Генеральная прокуратура заявляет, что по предварительной версии следствия причиной взрыва в здании Луганской областной государственной администрации стал неудачный выстрел ракетой террористами. Об этом заявил Николай Голомша, первый заместитель генпрокурора. Он отметил, что по факту взрыва начато уголовное производство. О ситуации в городе Донецке сегодня рассказал городской голова Александр Лукьянченко, который остается исполнять свои обязанности мэра. Есть прямая речь из Донецка. Вокруг города войска вооруженных сил Украины, национальной гвардии. По хронологии, с 26 мая по 1 июля неизвестные лица с применением огнестрельного оружия незаконно завладели 35 автотранспортными средствами за этот период времени. На территории города Донецка было совершено 4 развойных нападения с применением огнестрельного оружия уже за это время. На территории города Донецка от применения огнестрельного оружия скончались 4 человека за это время. С 26 по 1 июня на территории города было совершено 3 захвата зданий. С 26 по 1 зафиксировано 33 факта причинения телесных повреждений с применением огнестрельного оружия. Также велись следственные и розыскные работы. Задержан преступник, который ограбил обменный пункт на проспекте Багдана Хмельницкого, где он тогда задушил беременную женщину-кассира и поджег обменный пункт. Он был задержан два дня назад в городе Киеве, доставлен в город Донецк и будет передан правосудие. По всем преступлениям заведены уголовные дела. 42% всех совершенных преступлений раскрыто по горячим следам. И проведены аресты и те следственные мероприятия, которые должны быть выполнены. Далее. Мы закончили очередной вкладовый месяц, май. В студии громадского телебачения гость и, как обычно, во второй части программы у нас гости, Павло Скала, юрист, эксперт по вопросам наркополитики Вилгснит. И не случайно сегодня здесь у нас такой эксперт по этим вопросам, потому что мы вчера и в минувшую пятницу с гостями в этой студии обсуждали ту ситуацию, которая складывается в Донецкой области, а там фактически сейчас гуманитарная катастрофа, нехватка лекарств, препаратов и в больницах, из местных больниц отпускают пациентов, выписывают просто потому, что боятся врачи, главные врачи брать ответственность за те события, которые могут произойти на территории больницы с захватом и что может происходить потом. Павел, добрый вечер. Добрый. Скажите, вы являетесь, вот вы системно мониторите ситуацию с ВИЧ-спидом распространением по Украине, я так понимаю. И насколько сейчас та ситуация, которая в Донецкой области, какая статистика там по ВИЧ-зараженным и что им грозит вот в этом всем случае? Спасибо. Сразу по поводу ВИЧ-спида, по ситуации Донецк, Донецкая область, вообще Донбасс, он всегда изначально у нас, к сожалению, лидировал по темпам распространения ВИЧ-спида, поскольку уровень наркотизации населения, употребления инъекционных наркотиков там всегда был одним из самых высоких в Украине. Соответственно, уже практически там больше 10 лет там реализуются различные программы профилактики ВИЧ-инфекции вот среди этой категории. В том числе мы отвечаем Моя организация Международный Альянс по ВИЧ-спида в Украине отвечаем за программы заместительной терапии. Я думаю, что многие может быть не знают, но если мы говорим заместительной терапии метадоном, то это более понятно, то есть это когда люди с 15-летним 10-летним сроком наркотической зависимости получают легальный наркотический препарат каждый день в лечебном учреждении. Эти программы уже 10 лет существуют в Украине. Сейчас символично, но два месяца назад в этой же студии мы обсуждали проблему крымских так называемых крыльских заложников, то есть это решило в 800 пациентах заместительной терапии по всему Крыму. Прошел месяц и мы потеряли этих 800 человек, то есть фактически они остались без лечения в России, только порядка 50 человек. А там нет такой программы? Во-первых, они там запрещены. Российская Федерация изначально у них нет свободы слова, у них нет заместительной терапии, у них нет многих других свобод. Поэтому там, скажем так, закрылись, накрылись медным тазом все программы, в том числе заместительной терапии, 800 человек остались без лечения. 50 человек выехали из Крыма, мы их принимаем, у нас есть отдельный гуманитарный проект, мы нашли под это финансирование, Международный фонд Федроджини обеспечил, мы принимаем крымских пациентов, которые смогли выехать из Крыма. И 50 человек таких мы принимаем в Крыму, в Киеве, в городе Днепропетровске. И уже последние буквально неделю-две мы вынуждены в этот крымский проект принимать пациентов с Донбасса, поскольку та ситуация, которая сложилась там, просто оттуда люди бегут. 15 тысяч человек только из Донецка. Ну вот мы говорим про пациентов, которые заместительной терапии, которые имеют проблемы с ВИЧ-спидом и тому подобное, вот реальный пример в Мариуполе на данный момент на сегодняшний день пятый день пациенты находятся без препарата, без лечения. То есть это те пациенты с длительным сроком наркозависимости, которые 5 лет просто им перекрыли кислород и они более 100, 106 пациентов они находятся вот приходят и просто там ну как бы умирают под этим наркодиспансером. Порядка пяти человек выехало уже в Днепропетровске. Люди уже в поездах едут снова же как бы туда, где можно получать лечение, но ситуация усугубляется, вот это действительно гуманитарный кризис. У нас по всему Донбассу больше там больше тысячи пациентов таких и сейчас все идет к тому, что все эти программы, вот если это будет развиваться по такому сценарию, они как бы закроются, прекратят существование, потому что невозможно будет поставить препарат или там медперсонал не сможет доехать наркодиспансер. Реальная история у нас еще месяц назад был перехвачен сепаратистами, террористами по трассе возле города Славянска перехвачен груз с наркотическими препаратами, который ехал в Донецк. Перехвачен вместе с сотрудниками вооруженными Титана, которые там 3-4 часа лежали на земле и в это время велись переговоры там с террористами по освобождению груза, то есть как бы медпрепаратов, которые должны были завезены быть в Донецк. Слава Богу, тогда отпустили. Впервые за 10 лет мы вынуждены были организовать поставку этих лекарственных средств самолетом из Киева, потому что по суше уже передвижение невозможно. Через день после того, как мы доставили самолетом, аэропорт Донецкий закрылся, мы знаем, что там происходит, происходило недавно и сейчас. То есть ситуация катастрофически ухудшается и единственная, то есть на данный момент я имею определенный опыт работы в миротворческой миссии, знаю, что такое гуманитарный кризис и гуманитарные различные операции. И уникальность ситуации и весь негатив ситуации на Донбассе заключается в том, что даже международные гуманитарные организации в виде Красного Креста или там военные наблюдатели АБСИ, они не могут там работать. Это фактически Сомали, то есть там не с кем даже договариваться на местном уровне, потому что есть несколько бандформирований вооруженных, которые даже между собой не дружат, поэтому если договоришься с одними, то вторые они... Но они обижаются, что называют их бандформированиями. Это понятно, но вопрос в том, что для меня как человека, который имеет определенную подготовку, опыт и в том числе миротворческой деятельности, для меня вооруженный человек, который стоит с оружием и применяет это оружие на поражение, это террорист. То есть как бы уже термин сепаратист и он отходит уже... Ну вот, например, газета «Вечерний Донецк» даже официальную хронику печатает «Официальная жизнь ДНР». В каждом выпуске у них теперь есть такой раздел, где вот они пишут, что Донецкая народная республика приняла свою конституцию. Ну а вы говорите вооруженные банды и банды. Замечательно. Поэтому мы говорим пока о той конституции, которая в Украине действует и где место ДНР или ЛНР в этой конституции. То есть они могут там себе придумать, там объединиться с Сомали, допустим, наладить дипломатические отношения. Отмен опытом. Да, с другой, там Северной Осетии или там Абхазии. То есть в данном случае это вне правополе. Что мне, как человеку, который, ну вот, знает разные ситуации, как вот определенные, там, предыдущие истории, что меня удивляет, что государство Украины, правительство Украины, там, президент, который пока еще у нас, скажем так, еще не в статусе легитимного, делает вид, что как бы все в порядке они как бы контролируют ситуацию. Контроль ситуации на Донбассе четко можно зафиксировать путем просто посмотрев и опубликовал карту по результатам выборов президента 25 марта. Вот те регионы, где прошли выборы на Донбассе, а это фактически там максимум 20% территории, это та территория, которая фактически контролируется проукраинскими силами, точнее контролировалась неделю назад. То, что сейчас там происходит, как бы где сейчас у нас обострение там в Луганске, это уже отдельная история. Вся остальная территория не контролируется проукраинскими силами, но у нас даже не вводят в военное положение. То есть закон про висковый стан, он как бы лежит, никто не обращает внимания, но соответственно для международного сообщества, которое призывает там санкции ввести, ввести сюда какие-то гуманитарные миссии, там какие-то операции проводить, ребята, вы как бы у себя разберитесь, то есть какое у вас положение, у вас чрезвычайная ситуация объявлена, или у вас военное положение, но если там убивают, если там стреляют из тяжелой артиллерии, применяется боевая авиация, и сотни людей зафиксированы жертвы, то как бы дальше молчать и рассказывать, что у нас нет военной, нет войны, и мы не объявляем военного положения, это преступление. Сегодня в Верховной Раде как раз об этом говорили депутаты от партии «Удар», например, Владимир Куриной заявил, если это понадобится новому президенту для достижения конкретных целей, то в принципе мы будем готовы поддержать, он имел в виду поддержать военное положение в Донецко-Луганской областях при соответствующей инициативе президента. Пока что президента инициативы не было. Также фракция «Свобода» в Раде выступает за введение военного положения в Донецко-Луганской областях. Сегодня не нужно бояться принять важные решительные решения относительно введения военного положения в этих областях, сказал Олег Тягнебог. Есть видео из Донецка, где мэр Лукьянченко, сегодня он провел пресс-конференцию, там заявляет о последней ситуации с беженцами и следующее видео о закрытии малого и среднего бизнеса. 95. Выезда в другие центры, именно в исполком городского совета не обращался никто по поводу... Наверное, сегодня это идет, так сказать, первая волна, которая уезжает своим родственникам, то есть те места, которые они знают, куда они едут. Поэтому я думаю, что здесь пока что таких обращений не было. политики все-таки найдут в себе силы и возможности и перевести из фазы военных действий в фазу переговора, в фазу мирного, так сказать, проведения всех вопросов. Это был Александр Лукьянченко, городской голова Донецка. Также есть еще одна прямая речь этого человека. Он уже признал, что в Донецке сворачивает свою деятельность малый и средний бизнес, отчисления в пенсионный фонд недовыполнены на 11%, доходная часть бюджета выполнена, но это только благодаря имеющимся запасам. Прямая речь. Мы закончили очередной плановый месяц, май. Задания по выполнению доходной части бюджета за май и за пять месяцев выполнены. К сожалению, только благодаря тем запасам, которые были в предыдущем месяце. Потому что в настоящее время из-за той стабильно напряженной обстановки стремительно сворачивает свою работу малый бизнес в городе, сворачивается торговля, сфера обслуживания, отдельные гостиницы, кафе, рестораны. Многие фирмы отпускают своих работников бесплатные отпуска. Это, к сожалению, отражается на экономике и на доходной части бюджета. К сожалению, сокращается отчисление в пенсионные фонды. И мы за практически за пять месяцев первый раз не до... Это еще оптимистические цифры называл городской голова Донецка сегодня. Арсений Яценюк заявил, что кабинет министров рапортует о недополучении 422 миллионов гривен налогов из Донецка и Луганской областей за май 2014 года. Цитата «Мы с Донецка и Луганск за прошлый месяц в целом не получили дополнительно 422 миллиона 220 это не доплатил Донецк и 202 миллиона не доплатил Луганск. Это те регионы, которые, как говорит мэр Лукьянченко, кормят всю Украину и последний месяц не кормят Украину. В студии Громадского Толубачня Павел Скала это юрист и эксперт с различным вопросом связанным с обеспечением медицинской помощи ВИЧ инфицированных людей. И Павел у меня к вам вопрос относительно того, что делать людям тяжелобольные, у которых есть заместительная терапия, либо же они нуждаются в лечении любого характера, не только заместительной терапии, и находятся сейчас в зоне активной антитеррористической операции. У меня, к сожалению, прогноз негативный, судя по развитию ситуации, поэтому, как мы услышали, сворачивается малый и крупный бизнес, вопрос только времени, когда там будут перебои с хлебом, с водой, с электричеством, с предметами первой необходимости, поэтому про лечение хронических заболеваний, особенно пребывание в стационаре или ежедневное посещение амбулаторного режима, оно фактически становится там невозможным. Поэтому те люди, которые имеют соответствующие такие заболевания, особенно, я говорю, про детей, женщин, они должны выезжать из этих регионов в более безопасные места, поскольку ситуация будет только ухудшаться, антитеррористическая операция, фактически невозможная эффективная операция без полного блокирования населенного пункта и отвода гражданского населения. Иначе я согласен абсолютно с экспертами, которые говорят, что это будет длиться месяцы, а может даже и годы. То есть это будет такое вот вялотекущее Сомали. Поэтому, пожалуйста, те, кто имеет соответствующее заболевание и зависит от каких-то препаратов или от какого-то обеспечения постоянного, должны принимать решения и выезжать оттуда, поскольку через некоторое время могут быть гораздо более серьезные последствия для жизни. Павел, вы майор милиции в отставке. Последний вопрос. Дайте характеристику, вы как человек, который имеет непосредственно отношение к правоохранительным органам, то, что происходит сейчас в Донецке, в Славянске, как вы оцениваете? Ну, в точке зрения проведения антитеррористической операции. К сожалению, опять же, уникальная ситуация, когда у нас проводится антитеррористическая операция, при этом не несколько дней, уже там второй или третий месяц, и действует там, где находится мирное население, то есть это уникальные условия, и она будет неэффективна, пока не блокированы конкретные населенные пункты, не блокированы зоны расположения вооруженных людей, и не выведено оттуда гражданское население. Так вот, если это будет продолжаться, то как бы вот эта вялотекущая шизофрения, которая, можно назвать ее то, как угодно, она будет продолжаться вечно, при этом будут постоянные партизанские война и постоянные потери со стороны наших силовиков. Если будут более решительные действия, будет объявлено военное положение, будут выведены гражданские населения, будут полностью блокированы эти населенные пункты, блокированы источники поступления вооружения и живой силы, в том числе, в первую очередь, граждаться с Российской Федерацией, тогда это будет эффект. Я очень надеюсь, что новый избранный президент, который через несколько дней станет легитимным, он должен будет, вынужден будет предпринять конкретные решительные шаги, поскольку действующее руководство боялось по разным причинам, не предпринимало таких действий. Теперь, ну, скажем, у нас будет достаточно все очевидно, в ближайшие недели-две по какому сценарию развития пойдет антитеррористическая операция, или она будет более решительной, как это происходит сейчас уже, определенные есть, скажем, проявления, или же она опять войдет в такую велотекущую фазу, которая, ну, ничего хорошего не приведет. Спасибо, Павел, за то, что нашли время сегодня для участия в эфире Громадского. Мы продолжаем наш вечерний марафон Громадского Толубачьян Дунеччины с 18 до 19 каждый день на этой неделе в эфире Громадского. И у нас есть видео, и я пообщался с одним из бывших пленников, который находился в здании службы безопасности Украины в Донецке. Он там провел пять дней и рассказал в подробностях, что происходит в подвалах СБУ сейчас. В здании СБУ сразу кинули подвальные помещения, это хранилище, я так понял, бывшее. Там были, лежали подушки из-под оружия, которые, ну, в ящики ложат. Ну, и на них мы со связанными руками, с завязанными глазами какое-то время могли отдыхать, там, спать, или сидеть, там, где-то через несколько часов нас подержали тоже со связанными руками, с завязанными глазами, в темноте, камера света нету, ну, и камеры, хранилище. Вывели на допросы сначала, ну, по одному углу родили, то есть меня вместе с другим человеком сначала держали, повели высший этажом на допрос, тоже опять же, завязанными глазами, руками, там немножко побили, ну, как немножко, нормально. За что? Ну, чтобы разговорчивее было. О чем спрашивали? Ну, в основном спрашивали о связях в правом секторе. В студии громадского телебачения следующий гость, и это главный редактор газеты, реальная газета из города Луганска, Андрей Дегтяренко. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время сегодня для громадского. У меня к вам вопрос, вы давно были в Луганске? Я выехал из Луганска в субботу вечером, ну, собственно, незадолго до того, когда вот самая горячая фаза войны наконец-то и пришла и в областной центр, к сожалению. Вот что сейчас по гранзастава, что это такое? Можете зрителям объяснить, что там бомбят сейчас? На окраине города спальный квартал достаточно густонаселенный и всегда полный людьми в любое находится большая погранзастава. То есть это целый городок. Я думаю, многие видели на видео на ютубе, на других сервисах, как он выглядит. То есть такой вот маленький-маленький городок с церковью, с административными зданиями, с казармой, окруженный бетонным забором. Это, собственно, центр погранзастава, откуда идет координация всех пограничных пунктов на границе Луганской области. И, собственно, мы знаем, что в ночь на понедельник начались попытки боевиков атаки на этот городок. Пограничники оказали сопротивление. И вот уже полтора суток как эти 50 или 40 человек, не знаю точно их количество, сопротивляются превосходящим силам противника без какой-либо помощи со стороны нацгвардии, сил атом. Вот мы сегодня показывали видео, как обстреливают этот погранзаставу. Это, я так понимаю, с крыш жилых домов ведется обстрел, да, с девятиэтажек этих спальных районов. Да, один из наших даже журналистов реальной газеты был заблокирован в своей квартире, потому что в подъезде дома, где он живет, находились эти люди, которые вели перестрелку с пограничниками. Разумеется, весь город, особенно жители этих районов были безумно перепуганы и, по сути, они были против своей воли вовлечены в эти военные действия. Вы наверняка точно знаете, что произошло со зданием Луганской областной государственной администрации. Какая окончательная версия? Можете объяснить нам? Я точно не знаю, что произошло со зданием Луганской областной администрации. Ну, говорят, что какой-то там висел кондиционер. Был ли там этот кондиционер? Не было. В этом окне не было кондиционера. Я одно время работал в облгосадминистрации. Могу точно сказать, есть разные версии. Да, то есть две основные. Первое, это то, что самолет выпустил то ли кассетный выстрел, то ли просто выпустил ракету, либо разряд. И второе, неудачная попытка выстрела с земли. жители города Луганска и активные пользователи Фейсбука и других социальных сетей начали моментально искать подтверждения тем версиям, которые им как бы кажутся наиболее вероятными. И я просматривал, уже здесь находясь в Киеве, просматривал, ну, я не могу, например, как человек, который стремящийся к объективности, определить, кто из них прав, кто виноват. Как правило, город вообще сейчас очень полярно поделился на сторонников соответственно вот этой Луганской Народной Республики и сторонников проукраинских сил и эти стороны друг друга не слышат. То есть все переполнены эмоциями. Одно могу сказать все-таки, да, вот люди склоняются к самым простым версиям. Самая простая версия это пролетел самолет очень низко и после этого раздался взрыв, появились трупы. Ну, я думаю, достаточно сложно будет объяснить людям в городе Луганске о том, что это не украинский самолет, выстрел. Особенно учесть, что телевидение украинское сейчас в городе абсолютно не показывается. То есть сейчас жители города могут смотреть по телевизионным сетям только российские каналы и один местный. А в целом какая обстановка с журналистикой со свободой слова? Достаточно тяжелая и, в общем-то, кроме начала военных действий в самом городе Луганске, этому был посвящен последний выпуск нашей газете, как раз ко дню журналистики к 6 июня луганская журналистика приходит в очень тяжелом состоянии. Во-первых, власти ЛНР, и они сами этого не скрывают, по сути, вели военную цензуру. Закрыт один из областных телеканалов ИРТа, потому что политика, которая велась руководством канала, не устраивает этих повстанцев или боевиков. Несколько было случаев, когда журналисты задерживались и удерживались в здании СБУ, и мне, и коллегам, в общем-то, составляло большого труда вызволить их и после этого как-то пролечить, адаптировать к нормальной жизни. Ну, то есть, действительно, достаточно сложно. Опять же, жители очень негативно сейчас относятся к журналистам. Российская пропаганда работает в одну сторону, украинская работает резко в другую, и в любом журналисте видят врага. Очень многие активисты Луганской народной республики видят врага, особенно если это не российские журналисты. Российским журналистам везде зеленый свет, везде они работают в Луганске, как у себя дома. Мы чувствуем себя немножечко уже в более стесненном состоянии. Что происходит возле здания Донецкой областной государственной администрации? Сегодня снял на видео мой коллега Сергей Ваганов. Давайте посмотрим, как там продолжается зачистка баррикад. И баррикады эти зачищает не украинская армия, их зачищает батальон «Восток». Это один из военизированных отрядов ДНР. Я напомню, что эта зачистка началась не так давно, всего несколько дней назад к зданию администрации на Октябрьскую площадь пришли вооруженные люди с пушкой. Они оказались представителями так называемого батальона «Донбасс», «Восток», извините. И этот «Восток» декларирует свою приверженность ДНР. И сейчас уже на Октябрьской площади уборку вели коммунальщики из Донецкого городского совета. Что будет дальше? Как говорят сепаратисты, в этом здании у них собираются открыть «Дом министров» или как-то так называется, в общем, «Дом министров» Донецкой народной республики. В студии громадского телебачения Андрей Дегтяренко, редактор реальной газеты из города Луганска. Андрей, а что, какая позиция органов местного самоуправления в Луганске? Они как-то помогают людям бороться с террористами, организовывают помощь? И следующий сразу вопрос в догонку. Сколько человек из Луганского городского совета вступили в нацгвардию? Хороший вопрос. Разумеется, Луганск, конечно, всегда по настроениям значительно отличался от основного населения Украины. И я думаю, что во многом процессы, которые сейчас происходят в Луганске, случились потому, что специфику региона, причем, которая значительно отличается в том числе и даже от Донецка, во многом не учитывались при принятии различного рода решений. Многие представители местного самоуправления были избраны на волне вечного желания реванша Востока. Всегда настроение о том, что Киев нас не слышит, но так или иначе можно говорить правдивый этот тезис или неправдивый, но он всегда пользовался определенной популярностью у жителей. Разумеется, сейчас наиболее активная часть населения, которая поднялась во многом копируя технологию Майдана и наверное движимая в чем-то теми же эмоциями, что и люди, которые выходили на Майдан, сейчас сгруппировались вокруг боевиков, которые представляют собой верхушку ЛНР. И многим представителям местного самоуправления для того, чтобы просто выжить в городе Луганск, для того, чтобы иметь возможность влиять на события в Луганске и в области, приходится так или иначе занимать либо про сепаратистскую позицию, либо как минимум не мешать Луганской Народной Республике, которая существует пока еще, надеюсь, что и долго будет существовать в своем виртуальном мире. Местное самоуправление, главы городов, главы сел сейчас сосредоточились на том, чтобы решать проблемы коммунальные, проблемы экономические, с каждым днем становится все больше, потому что разруха, война это всегда разруха, точно так же, как в Донецкой области закрываются предприятия, уезжают, убегают люди, ну, по сути, я думаю, что хороший городской голова сейчас вообще должен закрыть глаза на любую политику и просто заниматься тушением пожара, который постоянно возникает в той или иной части дома. этот же городской голова подкидывал дровишки в этот пожар, я так понимаю. Ну, я не могу так сказать именно о Луганском городском голове, не знаю, может быть, у вас есть свои данные, но в принципе... Но какая его позиция? Есть ли публичная позиция, что где он, на какое он, за единство Украины он или где он? Сейчас все боятся высказывать подобную позицию, потому что это просто опасно для жизни, вот скажем честно. Ну, а он до этого где-то высказывал, выступал мэр Луганского? Нет, нет, я нигде не слышал заявление ни за, ни против, есть ли такие, которые сотрудники городского совета, служащие органов самоуправления, сейчас служат в Нацгвардии из Луганска? Я таких случаев не знаю, но знаю, что известный был случай человеком по фамилии Фомберг, который одним из первых вышел протестовать еще во время начала Майдана, это был служащий городского совета, исполкома Луганского городского совета, он одним из первых вышел с плакатом, то есть я знаю прекрасно, что... А что за плакат у него, что там было? Против Януковича, ну это еще было в самом начале, в конце ноября, то есть человек вышел, человек высказал свою позицию, не знаю, где он сейчас находится, по-моему, он выехал из Луганска, то есть, ну, скажем честно, достаточно большое количество обвиняемых людей руководило и руководит городом, другое дело, что сейчас их голос не слышен, по сути, в Луганске, вообще в Луганской области сейчас происходит хаос, даже верхушка ЛНР не контролирует полностью территорию, огромное количество различных боевых отрядов, настоящих полевых командиров, как в Чечне 90-х годов, где-то на юге области российские казаки, которые никого не пускают и никому не подчиняются, где-то командир, который считает себя самым главным, в Луганске сидит вот там Луганская либо Стофановская верхушка. Спасибо Андрею, Андрей Дегтяренко и редактор реальной газеты из города Луганска сегодня был в студии громадского тулыбачения с 18 до 19 каждый день на этой неделе громадского тулыбачения Донеччины, я Алексей Мацуко, видео и по пути люди сняли, как ехали в Брусино, это курорт в Донецкой области, обычно в это время уже дорога эта переполнена машинами, там всегда сильный трафик, туда и назад, когда едут, особенно перед выходными, сейчас там ситуация другая, это видео можно посмотреть, я перед этим попрощаюсь с Андреем, спасибо, что приходили сегодня к нам и общались на темы, важные для нашего региона, для Донбасса, и также хочу попрощаться со зрителями до завтра, и напоминаю, что вы можете присылать все, что вы видите вокруг себя, любые интересные видео, фото, факты, к нам на наши социальные сети, страницы громадского тулыбачения, громадского тулыбачения Донеччины, ко мне в Facebook, мы все читаем, все видим, всему даем оценку, и самое интересное, обязательно будет попадать в эфир громадского с 18 до 19 в тот блок, который я веду, и напоминаю, что все это возможно исключительно за счет пожертвований, которые вы можете сделать, зайдя на сайт громадский ДНЮ, найти для себя наиболее удобный способ, перечислить 10, 20, 15, 30 гривен, кто сколько может, таким образом вы сделаете вклад в развитие независимого медиа в Донецкой области, я надеюсь, в Луганской области, потому что у нас в планах создания громадского тулыбачения не только Донеччины, но и Донбасса, и это только зависит все от нас с вами, насколько мы с вами сможем самоорганизоваться и сделать следующий шаг к созданию независимых СМИ в этих сложных регионах. До свидания, до завтра, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok